Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня желание мое предложить ряд мест из книги Библии. И мы прочитаем из второго послания апостола Петра первых четыре текста. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растрения пухотью. Ни одно из посланий и писем апостола Петра и других апостолов по своей красоте и целеустремленности не может быть равным, как второе послание апостола Петра. Написано оно незадолго до Его отхода, как Он и пишет здесь, ниже. Как мне и Господь открыл это, мою кончину. И поэтому Он имеет яркую цель, которую Он видит, которую Он стремится и которую Он сегодня нас с вами зовет. Братья и сестры, хочу сразу напомнить о том, что мы с вами еще на пути. Мы с вами еще не дошли. А поэтому, пока есть время, будем смотреть в это зеркало Христового учения для того, чтобы нам сверять и проверять наши координаты, где сегодня мы находимся. В мае 1845 года моряки флота Его Величества, Ее Величества, получили задание от своей королевы разведать проходы к Северному Ледовитому океану. Самые лучшие два экипажа, 129 человек, матросов и офицеров, оснащенные по последнему слову техники, одетые в свои лучшие одежды, пошли покорять просторы. Мне кажется, сегодня, когда очень много есть свидетельств, которые расследуют причины гибели этой экспедиции, так как они выглядели, так как они были подготовлены, они, наверное, собирались высадиться где-то на берегах Германии или Франции, потому что абсолютно не были готовы к тому, чтобы жить в условиях льда и зимы и холода. Не было одежды. Вдобавок к тому, что из 8 тысяч банок консервов консервы были плохо запаяны, и свинец попадать стал в мясные продукты, и через это очень многие стали болеть различными заболеваниями. А потом цинга сделала свое дело. Интересно, что когда люди смотрели о том, как они, когда они уже бросились в свой корабль и стали идти, чтобы спасаться, они прошли 1800 миль, некоторых из них нашли, но они еще тащили за собой шлюпки, и в этих шлюпках везли два, два очень больших сервиза фарфоровых и книги. Зачем? Для чего? Потому что когда нашли их замерзшими, то люди не понимали, что их заставило это делать. На санках тащить шлюпки и груженные сервизом и книгами. Неподготовленные люди, братья и сестры, как печально. Люди до сих пор ищут причины, некоторые находят, потому что в условиях льда и холода тела достаточно сохранились, и тех останки матросов и офицеров, которые находят, они, люди могут сегодня узнать причину их смерти. Холод, голод, болезни. Братья и сестры, мы с вами сегодня смотрим о том, что мы прочитали в этих четырех стихах. Самое первое, очень важное, братья и сестры, мы должны здесь увидеть, что Бог наш, Он печется о своих людях. У нас тоже есть цель, как она была у тех людей, которым пишет апостол Петр свое послание. И эта цель, она сегодня живой является для нас с вами, братья и сестры. Как важно сознавать, что мы сегодня не просто бредем без компаса, без направления. У нас есть цель, ярко освеченная эта цель. Мы ожидаем Господа, мы ожидаем встречи с Ним, но на этом пути, на этом пути есть опасность, чтобы нам, одетыми, не оказаться ногими, не приспособленными. Не приспособленными. Поэтому в нашем деле, сегодня, в нашей вере, очень важно быть внимательным к учению. Не только сегодня, братья и сестры, всегда, когда мы слышим Слово Господне, обязательно Бог хочет что-то проводить в нас. Бог хочет что-то менять в нас. Бог хочет что-то давать нам, новое в нашей жизни, для того, чтобы мы могли прийти. Вот именно поэтому и трудились святые Божьи человеки, чтобы представить Церковь Божию святой, непорочной, не имеющей ни единого пятна в своей жизни и в своем хождении. Братья и сестры, если мы сегодня говорим о том, что Бог печется о нас, то это умеряет сердце. Почему? Потому что от Его внимательного взгляда не ускользают никакие малейшие моменты и упущения в нашей жизни. И Он с высоты небес, как Создатель наш, как Творец наш, Он заботится, чтобы мы имели в своей жизни то, что нам пригодится. И вот мы с вами смотрим, братья и сестры, мы уже открывали страницы этого текста и смотрели. Первое, где Бог являет свое попечение для святых своих, это Он дал нам своих служителей, апостолов, которых Он и избрал. Для них Господь им отчертил эту задачу, чтобы они могли пищитесь о святых божьих людях. В числе них был и сам Петр. Братья и сестры, второй момент очень важный, мы с вами уже смотрели, мы приняли драгоценную веру апостолов. Почему она драгоценная называется? Потому что она исходит непосредственно от самого Господа Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Все, что нужно сегодня нам знать, мы должны сегодня здесь обрести в этих немногих скупых строчках. Почему? Здесь Петр представляет нам Спасителя Иисуса Христа Господом и Богом. Самое трудное, самое сложное время, когда люди сомневались в посланничестве Иисуса Христа, когда отрицали Его божественность, в этих первых двух стихах мощный пласт и вызов гностическому учению бросает апостол Петр. Он называет Его нашим Богом, Господом, Спасителем Иисусом Христом. Как это сегодня нам важно в наше время, отчаянное, сумрачное, когда люди не знают, что завтра случится, мы должны помнить о том, что Господь наш на небесах и Царство Его всем обладает. Какой бы ни был сегодня исход на политической Америке, жизни Америки, мы знаем с вами о том, что будут упразднены все Царства мира, и Царство мира, и народов Его станет Царством Господа. Об этом свидетельствует нам со страниц Святого Писания пророк Даниил. Так будет, последняя из попыток людей, она окончится полным провалом, большими бедами, морем крови, но когда мир и живет свое человеческое, на смену придет вечное Царство, которое никогда не разрушится. Братья и сестры, Бог дает нам свою драгоценную веру, и заметьте, здесь сказано, принявшим с нами равную драгоценную веру, здесь есть очень интересное слово, оно говорит о том, что по жребию или сегодня добавим, так угодно было в воле Божьей. Бог решил так посредством этой веры работать со своим искупленным творением. Братья и мои сестры, посмотрите, здесь сказано еще одна особенность в этом тексте, посмотрите, что эта вера, она значимая для нас, она подтверждена очень многими местами Священного Писания, пожалуйста, посмотрите, первое послание Петра, первая глава, 18-21 стих, мы читаем там, вы куплены дорогою ценою крови Иисуса Христа, как непорочного чистого агнца, смотрите, 21 стих, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, заметьте, это очень важно, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Братья и сестры, каждое из этих моментов, оно достойно, чтобы мы могли подумать обо всем. Здесь Иисус Христос представлен нам праведником, Господом нашим, Господь господствующих, Спасителем нашим. И все то, что с ним случилось, преследовало только одну цель, о которой мы сейчас с вами смотрим со стороны первого послания, первого письма апостола Павла, чтобы мы с вами имели веру и упование. Вы знаете, интересно, вот это слово живое упование на Бога, не головное, не пассивное, активное, живое упование на Бога, на Бога можно положиться во всех обстоятельствах нашей жизни. И поэтому, когда мы с вами читаем вот это слово, это не только для них имело актуальность, оно сегодня, живое слово, пришло к нам, и мы на него должны с вами уметь полагаться. Братья и сестры, посмотрите, мы дальше встречаем с вами второй стих. Благодать вам, и мир доумножится в познании Бога и Христа и Иисуса, Господа нашего. Хочу сказать еще несколько моментов о благодати. что это такое? Мы уже с вами говорили об этом, что это незаслуженный. Братья и сестры, позвольте еще с другой стороны посмотреть на этот драгоценный камень, который представлен нам на страницах Священного Писания. Благодать это приязнь, приязнь и милость, оказанные преступному, грешному, погибшему человечеству. Бог избирает из погибших людей. И заметьте, мы посмотрели одно из заметок, которыми сегодня пользуются люди, которые изучают Библию, они описывают это приязнь, приязнь. Господь пожелал спасти. Господь не только пожелал, но написано Он возлюбил падших сынов человеческих. Он имел глубокое сострадание к этим безнадежно погибшим людям. Братья и сестры, заметьте это слово, не погибающим, не нуждающимся в каком-то косметическом ремонте, когда мы что-то можем подкрасить или подделать, и оно сойдет. Братья и сестры, Бог полюбил погибших людей, безнадежно мертвых по грехам и преступлениям, и Он оказывает им свою милость и приязнь. Братья и сестры, благодать сопровождает нашу жизнь от начала и до конца. В благодати нуждаются все святые Божии на все времена. В начале, в середине, как мы сегодня с вами и в конце, братья и сестры, достаточно читать, открывать новозаветные послания, и вы всегда увидите приветствие апостольских писателей. Благодать, милость, мир вам от Бога, Отца и Господа. Посмотрите, это всегда, а это значит о том, что без благодати Божьей никуда. ни в служении даже мы не сможем выполнить его так, как нужно, братья, мои сестры. Итак, благодать от Бога исходящая к падшим греховным существам. Братья и сестры, позвольте мне еще третью особенность показать в благодати. Благодать это подношение, не пугайтесь, святого слова. Это дарование второе и третье это обеспечение. Там, где есть благодать, там всегда есть место пекущемуся о грешных, слабых существах сильного, могучего Господа Бога. Братья и сестры, есть еще одна особенность, которую мы можем разглядеть в этом слове. Благодать главный корень, корень, от которого образуется много других слов, его можно определить как облако. Благодать это для нас словно облако. Вспомните пустыню, необитаемую, непроходимую, и там Бог в своей благодати и попечении о своем народе давал им днем облако. видимый знак его присутствия. А ночью это был столб огненный, который освещал им путь, если им следовало идти ночью, и они шли как при свете. Облако для земли играет очень большую роль. Это путь к плодоношению, к урожаю. Облако нужно людям, странствующим по открытой пустыне, для того, чтобы не хватило их солнечный удар или тепловой угар. Точно так благодать сегодня нам нужна для того, чтобы мы могли расти и приносить духовные плоды, благоприятные Богу. Бог что-то от нас хочет, когда Он дает в нашу жизнь, посылая свою благодать, Бог хочет, чтобы она что-то в нас производила. И поэтому посмотрите, как важно обратить на это внимание. Посмотрите, как это показывает нашего Господа. Он выходит навстречу нужде грешного человека. Он предлагает ему дар своей благодати, которая бесценна для человеческих существ. Заметьте, здесь еще есть одна особенность дарования. Слава Богу, за его неизреченный дар, дарование духовное, как церковь нуждается во всем этом, и как Господь в своем попечении наделяет каждого из нас, как ему угодно, духовными дарами для служения телу и Богу живому. Братья и сестры, и мы еще посмотрели третья особенность обеспечения. Это значит, все, что нужно сегодня мне, об этом заботюсь не я сам, но Бог заботится обо мне. Подумайте, каждый из нас, подумайте, какие моменты мы могли переживать, иногда приходя в Дом Божий и уходим, ничего не взяв, а потом, когда пройдет время, начинаем вспоминать думать и вдруг обнаруживаем, Господи, почему я не увидел, почему мои уши не услышали, а сердце мое было закрыто, ведь Ты так ясно говорил мне, а я был чем-то занят. Бог обеспечивает нас. Дорогой друг, может быть, и сегодня, когда ты пришел в Дом Божий, Бог что-то хочет в твоей жизни наперед, братья, мои сестры, и мы с вами посмотрели, братья и сестры, потому что это очень важно в нашей жизни, братья и сестры, но здесь еще посмотрите, написано, благодать и мир вам да умножится, Бог хочет, если мы с вами смотрим Священное Писание, чтобы благодать у нас росла, вот как мы садим сады, насаждение, план, плантируем что-то на своем участке, братья и сестры, Бог, когда заботится, к нам приходит, Он хочет, чтобы что-то росло в нас, и не только росло, а чтобы оно умножалось у нас, не один к одному, а умножалось, это математический оборот, здесь используют Священное Писание, братья и сестры, что для этого нужно, почему иногда мы очень скудно живем с вами, братья и сестры, для того, когда Бог посылает нам свои дары, нам надо иметь страсть, братья и сестры, потому что вот это умножение в нашей жизни, оно не происходит автоматически, оно происходит, когда мы оказываемся вместе, в одном плане с нашим Богом, для этого надо иметь, потому что это не случай, это не редкость, но это, к этому ведет огромное напряжение и старание самого человека, которому стали известны Божьи дары, и когда Он ищет их и стремится к ним, помните, как написано, стремитесь обогатиться ими к назиданию церкви, помните, как Павел о себе пишет, подвязаюсь со всеми силами, на пределе своих человеческих возможностей, отдаюсь до конца этой борьбе, чтобы только восхитить желаемое, вот как должно относиться к тому поверению, которое мы с вами слышим из уст или читаем на страницах Священного Писания, вот, посмотрите, как об этом написано, Евреям 12, 28, Итак, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Братья и сестры, можно отпасть от благодати, можно не сохранить благодать, можно растерять абсолютно все драгоценности, которые в очах Божьих имеют огромную цену. братья и сестры, но заметьте, Бог не только печется о сегодняшних наших нуждах, братья и сестры, благодать и попечение Господа, оно иногда усматривает нашу будущую жизнь, с чем мы столкнемся завтра или когда подрастем. Посмотрите, Евреям 4 глава 16 текст, мы читаем так, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Братья и сестры, мы нуждаемся, иногда встречаются нами такие непонятные обстоятельства, о которых мы никогда не могли бы и думать. Вспомните Иова, он говорит, я встретил то, чего ужасался, о чем думать боялся, а оно пришло ко мне. Братья и сестры, вот это тоже уголок нашей жизни, но для того, чтобы иметь все необходимое, нужно научиться приступать к престолу благодати, к Богу живому и истинному нужно приходить. И этот путь нам проложил Господь через Свою плоть, через муки креста, через смерть и Его пролитую кровь, мы сегодня можем приходить к Богу путем новым и живым. Раньше это было невозможно, но Бог нам через страдания и смерть Своего Сына открыл нам эту возможность, и мы сами можем приходить в Его присутствие путем новым и живым. Для чего? Для праздного любопытства? Нет. Для того, чтобы обретать благовременную помощь на пути, братья и сестры. А теперь подумайте, иногда мы с вами настолько слабы, настолько выходим помяты и потрепаны в житейских обстоятельствах жизни, может быть, только потому, что мы не научились дорожить и прибегать, и приходить там, где мы можем укрепляться в благодати Божией, братья и сестры. Бог открыт для нас сегодня в своих возможностях, и задача наша сегодня научиться пользоваться теми инструментами, которые Бог приготовил для каждого из нас. Братья мои сестры, заметьте, здесь еще есть одна история, это третий стих, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Заметьте, здесь еще открывается один очень важный момент нашей жизни. Бог, в которого мы верим, Бог, который о нас заботится, это сильный Бог. Подумайте, святые божьи человеки, это в апокалипсисе Иоанна, богослово, открывает ему Иисус Христос, источник своих ресурсов, там написано, сила, это у него сила, и нету подобной силы. Братья сестры, Писание призывает нас, укрепляйтесь могуществом силы его. Это силы Господа. Подумайте, насколько она действенно эта сила, насколько она ярко продемонстрирована на страницах Священного Писания. Но почему сегодня мы говорим о силе? Потому что мы слабые человеческие существа. У нас в голове очень много интересных идей, мы беремся за них, но у нас не всегда хватает сил. И получается, как всегда, мы иногда покрываемся стыдом, испаренной, потому что мы не смогли закончить то, что стали делать с радостью. Но забейте, здесь написано нам в своем попечении, Бог предлагает не что-то другое, как свою силу. Послушайте меня, братья и сестры, Бог не скрывается от нас, Он ищет нас, Он хочет себя проявить через нас в наших обстоятельствах жизни. Посмотрите, братья, Псалом 45, 2 стих, Бог нам прибежище и сила. Интересно, я хочу обратить ваше внимание, кто Бог для псалмопевца здесь? Крепость, устойчивая, надежная, могучая. Прибежище. И псалмопевец туда бежал, к этому источнику. Заметьте, он бежал для того, чтобы там найти для себя пристанище, но там еще второе слово есть, Бог нам сила наша. Посмотрите, Бог оказывает поддержку и содействие слабым, беззащитным, беспомощным, ограниченным человеческим существам. И поэтому, когда мы приходим к своей слабости, мы можем рассчитывать на укрепление, потому что Бог станет пользоваться нами, как своим инструментом. Посмотрите книгу героев веры, там апостол перечисляет их, и они не были такими суперчеловеками, они были такими, как мы. Написано, они укреплялись от немощи. Дорогой мой брат и сестра, апостол Павел о себе пишет, когда я немощен, тогда я силен. Именно когда мы в немощи начинаем прибегать к Богу, Бог приходит на нашу сторону. Вспомните того царя, который пришел, а против него огромная сила вышла. и он стал молиться и говорить так, Господи, мы не знаем, что делать, и силы у нас нет, силы нет, да и не знаем, что делать. Вы знаете, а Бог вышел навстречу и сказал, даже стрела этих врагов, лучников, ни одна стрела не упадет в город. Почему? Потому что царь понадеялся прибегнуть к Божьей защите и силе, и Бог был с ним, и Бог сделал так, что даже ни одна стрела не упала на город Иерусалим. Это Бог сил, братья и сестры. Поэтому, когда Бог это наше укрепление, посмотрите, еще один Псалом 21, 20, но ты, Господи, не удаляйся, от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Это одно дело, когда, братья и сестры, мы можем прибегать к Богу и признаваться Ему в своей слабости, в своих немощах, в своей несостоятельности и быть укрепленным. Это очень хорошо работает, потому что очень много подобных мест в книге Библии, но есть, когда Бог приходит к слабому человеку, это тоже трогает и волнует сердце. Посмотрите, 41 Псалом, написано 10-14 стихи, там Бог так говорит, не бойся, я с тобою, я укреплю, я помогу тебя, я поддержу тебя, я не оставлю тебя, потому что ты дорог мне, потому что ты многоценен мне, это Бог говорит слабому человеку. Братья и сестры, многие сильные люди ищут сильнейших, и когда они находят таких, это служит им поводом для того, чтобы гордиться, а кого Бог ищет? Слабых, немощных. Иногда Бог приходит к нам, испытывая нас, говорит, иди со своей силою, и когда мы доверяем Богу, Бог всегда не постыжает нас. Братья и сестры, эта книга живая, она полна таких примеров, и поэтому дал бы Господь, чтобы мы действительно никогда не путали, посмотрите, сила у Господа, есть сила у Господа, Псалом 61, 12, чтобы поддержать слабого, есть сила у Господа, дал бы Господь, чтобы мы действительно могли пользоваться всем этим, братья и сестры. Есть еще одна особенность, Господь, когда мы смотрим, братья и сестры, когда мы говорим о Господе сил, вы знаете, со страниц Святого Писания люди подсчитали, что это сила Господа, это как сила огромного войска. Господь Бог называется Господом сил, мужем брани, Господь, Бог воинств, Бог армий. Братья и сестры, это говорит нам о том, что Бог не ограничен в своих ресурсах, они у Него огромные. На страницах Писания об этом говорится 487 раз. Почему? Да потому что очень часто мы ломаемся. Очень часто мы падаем духом там, где мы могли бы пережить укрепление от Господа. И поэтому, когда мы смотрим, мы должны помнить о том, все, что у Господа, в Его попечении, оно всегда для нас, и оно во благо, оно не против нас. И поэтому, когда мы прибегаем, Бог будет нам помогать. Братья и сестры, какой вывод я хочу сделать сегодня, знаком ли вас вот с этой силой неограниченного возможностей Бога. Стань, братья и сестры, станьте уверенными в Боге. Станьте уверенными в Боге, чтобы ваше упование было живым, вот таким, как оно представлено на страницах Писания, чтобы вера ваша и надежда ваша была живой верой и живой надеждой. Это сегодня Господь хочет от нас видеть. Братья и сестры, еще одна особенность, мы смотрим, что здесь Бог представляет, предстает перед нами как богатый Бог, не только как Бог сильный, как Бог праведный, как Бог Господь господствующих. Братья и сестры, Бог сегодня открывается нам как богатый Бог. И вы знаете, мы с вами разбираем вот сегодня послание к эфесянам, там несколько раз сказано о том, что по богатству своему неисследимое богатство, преизобильное богатство, это значит, ну, больше, чем надо Бог дает. Писание прямо говорит, не меру и дает Бог Духа своего. А когда мы сегодня говорим о благодати, нет скудости у боящихся его. И когда мы смотрим на вот это богатство Дома Господня, братья и сестры, давайте будем пользоваться всем этим. Посмотрите, это Ефесянам 1 глава 4-8 стих по богатству благодати его, а 7-й стих в преизбытке и во всякой премудрости и разумении. Посмотрите, какие ингридиенсы, как он заботливо украшает стол своих яств для того, чтобы мы могли находить удовлетворение в своих избытках, братья и сестры, преизбыток его богатств. Это значит изобилие. Это намного больше, чем мне сегодня надо. Это все равно, что я подхожу сегодня к океану, склоняюсь на колени, черпаю в обоих пригоршней воды. Но если столько же людей придет, миллионы, в океане не убудет ни капли, потому что там столько много. Это всякая обилие, и оно все для нас сегодня. Братья и сестры, для чего все это дает Бог? В своей благости к нам и в славе своей. Для чего? Чтобы наша жизнь была жизнь и благочестие, чтобы мы жили благочестиво в этом мире. Братья и сестры, это преследует Господь сегодня, когда Он беседует с нами. Он хочет, чтобы наша жизнь была не просто галочка, а чтобы она была видимой жизнью. Посмотрите, как Святое Писание говорит, чтобы люди видели вас, как светило, сияющее. Посмотрите, вот апостол Петр предлагает один из вариантов в жизни святого Божьего наследия. Первое Петра 2, 9, 10. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, превзвавшего вас в свой чудный свет. Посмотрите, какая перспектива сегодня. Нету ничего серого, нету ничего сумрачного, есть светлый день, и есть народ, который выполняет хотение и желание своего небесного Отца. Братья и сестры, 4 стих, смотрите, что это за люди, написано. Некогда вы не народ, а сегодня вы народ. Некогда не помилованные, а сегодня вы помилованные. Вы знаете, и в этом сегодня для нас есть много того, чем мы можем сегодня хвалиться. Потому что Бог помиловал нас, не народ называл своим народом, некогда чужих сделал близкими, не знающих Бога сделал сынами и дочерями. Для чего? Чтобы хвалиться Его именем, чтобы возвещать и провозглашать о Его царстве, о Его силе, о Его богатстве. Братья мои, сестры, но здесь еще Бог предстает перед нами не только как богатый и призабильный, Он предстает перед нами как щедрый Бог, щедроты твои на всех делах твоих. Посмотрите сегодня на страницы Святого Писания, посмотрите насколько Бог щедр к своим святым человекам, людям, братьям и сестры. И поэтому что хочет Господь отсюда, чтобы наша с вами жизнь была Ему угодной и полной. Посмотрите, мы читаем 1 Петра 2, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши прославили Бога в день посещения вашего. Оно придет, это время, но человек должен научиться распознавать это время, человек должен научиться уметь жить, братья, мои и сестры. Поэтому, когда мы смотрим сегодня на славу Божию, на Его благость, это то, посредством чего текут к нам благословения Господни, братья и сестры. Последнее, на что мне хотелось обратить ваше внимание, это обетования Его данные, и они названы великими и драгоценными. Что это за обетование? На Его второе пришествие. Их гораздо больше. Обетование вечной жизни, обетование спасения. Посмотрите, вот здесь сказано, Бог хочет заботиться о нашей сегодняшней жизни, вот здесь. Мы живем в Стэдкалледже, это весь сегодня для нас, чтобы у нас была жизнь и благочестие. Бог хочет, чтобы сегодня это протекало. Завтрашний день Бог готовит в нас то, Он посылает в нашу жизнь Его обетования великие и драгоценные и обеспечивает им наше с вами будущее. Посмотрите, братья и сестры, если мы с вами смотрим, то мы встречаем это слово, вот смотрите, благочестие в третьем стихе. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестие через познание призвавшего нас славою и благостью. Посмотрите, дальше мы читаем 9 стих 2 главы 2 послания. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Братья и сестры, третья глава мы с вами читаем 11 стих. Если все это так разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие вам? Знаете, жить в окружении тьмы, жить, когда умножается беззаконие, легко пойти на поводу толпы. Бог этого не хочет. Мы с вами прочитали ряд мест. У Бога есть другая работа для нас светить во тьме. Малый светоч, он очень много значит для тех, кто находится в кромешной тьме, потому что при свете его люди могут избежать многих обстоятельств жизни и крушений. И поэтому Господь нам открывает это, братья и сестры. Посмотрите, здесь написано о том, что среда, в которой жили эти люди, она была растленной. И для того, чтобы оторваться от этого круга, порвать с этим кругом, с его влиянием, необходимо нам это все в свою жизнь принять. для того, чтобы притяжение это было, не увлекло нас к себе, братья и сестры. И мы с вами читаем, то, какими должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Онного, в которой воспламененные небеса разрушатся, разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Почему мы это терпим? Почему мы переносим? Почему мы не бросаем путь свой? Потому что мы ожидаем, что Бог, Который говорил и обещал, Он исполнит это. Решение сегодня за вами и за мной. Что изберем? Путь нечестивый? Путь растления? Путь греха и беззакония? Или сегодня наш жребий со святыми Божьими людьми, которые смотрят, как Петр, и видят завтрашний день, и Он наступит? Братья и сестры, в руках у Господа есть воздаяние, в руках у Господа есть наказание для всех отступивших, для всех, кто совратился на кривые дороги? Но у Господа есть сила сегодня, которая так может помочь тебе и мне в нашем ожидании и в нашем уповании. Да будет имя Господне прославлено. Аминь. Помолимся Богу. Аминь. Аминь.